всем привет сегодня у нас будет пересадка у нас потеплело плюс 10 и уже пора наводить в общем порядок в саду у нас получается две штаммовые розы они росли слишком близко друг другу потому что такая шапка была они соприкасались было не очень красиво мы решили их немножко рассадить и посадить вот чуть дальше а тут у нас был жасмин жасмин мы тоже немножко в сторону сместили да чтобы всем хватало места и смотрелось это более просторной в том году мы решались но не созрели на пересадку да а в этом году решили уже пересадить вот смотрите корни вот такие вот у нашей штамбовой розы это желтая роза выкопали ее до ствол а это у нас красная и розовая тут два вида роз вместе скрещены вот такая вот она остается на месте а эту мы чуть дальше подвигаем как раз будет хорошо ну и естественно наш прекрасный жасмин чебушник другими словами тоже в сторону то что вот такие у него корни плотные хорошие осенью мы его хорошо подрезали формировали ему уже ствол и теперь можно пересаживать спокойно что мы взяли для этого рассказы универсальный торт и смешал его с песком теперь уже сюда тяну удобрение сейчас чуть-чуть засыпаю до землю немножко нужно улучшить но у нас здесь так неплохая до хорошая земля сейчас влажная дожди как раз были недавно пересадим и будет намного лучше смотреться а то так тесно им стало друг другом вот не все сразу учить учитываешь потому что им нужно расстояние чуть больше надеюсь будет все хорошо роза будет свистеть так берем радио стимулятор подожди вот радиофар называется биостимулятор корневой системы его разводят на 10 литров воды и сейчас мы будем проливать да в лейке в теплой воде развели чуть-чуть мы наливаем ямку чтобы хорошо укоренилось ну кстати как все ручки не помнишь делали и в принципе приживаемость стопроцентно ну да нормально сейчас надо правильно его поставить этот ствол он видите немножко у нас кривоватый изначально так смотрите роза мы уже посадили все определили место ей теперь она задышит полной грудью теперь будем сажать jasmine совсем другое дело теперь всем будет места хватать да вот видите нужно учитывать не всегда понимаешь это вроде каза то хватит места когда сажаешь а потом оказывается ну да он разрастается у него крона красивая и нужно ему побольше места но мы стараемся конечно но не всегда все понимаем поэтому вот сейчас пересадили да я надеюсь все будет хорошо с нашим растением а потом уже вот эту клумбу мы до оформим и добавим здесь хвойные мы еще хотим сюда внести потому что здесь как раз их и не хватает чтобы уже она была такая законченная ну процессе в общем все в процессе тренируемся все давай друзья привет у нас сегодня ракировка мы пересаживаем дальше растение на улице так тепло видите мы дождут кофе попили на наших придуманных табуретках в общем на бревнах смотрите здесь у нас росла ельби белобок она весной по краям делает такие бока белые желтовато-белые нарядная такая весной она вот тут росла и что-то она стала здесь чахнуть мы удобряли не нравилось ей здесь да и как-то знаете по виду мне кажется это не ее место было потому что сзади вот можжевельник он примерно такого же цвета и она немножко здесь сравняла с ним муж выкопал отсюда сейчас вам покажу куда мы ее посадили вот она будет теперь здесь расти и все будет хорошо я уверена в этом как раз ей будет здесь просторно растет она очень медленно диаметр небольшой ей будет здесь хорошо вот такое местечко а еще мы пересадили сюда тую вот это тую тоже чахла у нас в другом месте подгорала вверх у нее постоянно видите он даже не хотел расти сколько мы ей не ухаживали кнут не как она росла на солнце у нас и я не комфортно там было видно вот совсем покажу откуда мы ее выкопали этот ту я golden smaragd она и не росла толком вот отсюда видите вот здесь вот ей здесь было некомфортно тем более рядом можжевельник вырос и место было маловато в будущем поэтому как раз убрали отсюда это растение и пересадили вот туда посмотрим как там будет я думаю будет все хорошо рядом магнолия такие малиновые у нее красивые цветы ель белобок вот такая композиция уже вырисовывается все отсюда мы выкопали розу на штампе красная роза она небольшая на ниже чем обычный штамп такая невысокая не нравилась мне она здесь после этой ели вообще как-то никак все время ходила мужу говорила давай пересадим это войти садим вот так а детство этой весной дождались так сажаем мы сюда чуть чуть дальше вот тут она будет лучше как раз разбавит цветовую гамму здесь вот у нас пихта можжевельник береза и как раз такая роза на штампе будет сейчас еще мы пересадим в одну розу в общем я я снимаю видео муж пересаживаю вот значит еще одну розу golden celebration называется такая красивая высокая полуплетистая роза английская ярко-желтого цвета красивая очень и пахнет вкусно мы ее пересаживать будем вот сюда как раз к забору и пусть она там будет отсюда мы убрали тую golden smart в общем все golden такая у нас сегодня рокировка обновляем сад как говорят чтобы что-то обновить нужно что-то переставить как мебель да а мы в саду меняем местами растения но мы не просто так меняем конечно мы меняем их потому что нам не нравится вот их расположение а дальше будет видно наверно у всех так в саду туда-сюда меняют сейчас она все начнет зацветать будет красиво-красиво пока конечно только начинает почечки появляться так хорошо честь для классная погодка солнышко просто супер плюс 9 я смотрела сегодня температурка я кофе свой никак не допью так розу на штамбе тоже уже высадили сюда все готово но на такая миниатюрная аккуратная я думаю все будет хорошо и будет она здесь прекрасно себя чувствовать мы идем дальше следующий роза пересаживать сегодня второй день и мы пересаживаем самшит у нас уже огромный такой вырос видите его очень тяжело было выкопать но мы решили перед аркой посадить два одинаковых самшита возле двора убрать их так будет лучше вот тяжело было его тащить но вот такие у него корни в принципе корни не не крупные такие мелкие не мелкие просто ком ком для тяжелый но дотащили на этом потащили нормально все вот так вот вам поставим один уже подготовили для него яму сейчас мы чуть его разбавим кусочком а вот вторая яма для второго такого же размером сейчас мы его бы выкапывать и сюда сделаем здесь у нас видите старый асфальт камни поставались на этом месте когда-то здесь была теплица на весь участок туда длину практически выращивались овощи зелень вот а теперь хвойные хвойные растения розы так далее так что здесь остались вот старые такие штуки разные выкопал муж устал бедный уже сам учился перед двором будут два классных можжевельника посадим завтра пойдем покупать завтра посадим если сегодня успеем выкопать второй мы да да это целый процесс такой сейчас выкопаем его туда посадим закопаем и будет уже такой вид поинтересней перед аркой да и вообще еще пострижем новым нашим инструментом который мы купили для стрижки кустов кусторез электрически и будет такой в такой форме шара как раз как мы хотели сам шит он подрос когда мы его посадили кстати сколько мы посадили сколько ему 4-5 лет назад 4-5 лет назад вот такой кустик ну при хорошем уходе подкормках вот какой красавец вырос за 5 лет да а у товарища за 13 лет 2,5 метра высоту вырос да такой аромат сюда во дворе заходишь особенно после дождя самшит пахнет очень приятно так мне нравится ну мы еще хотим во дворе самшит продлить там только уже наверное в другой форме бордюром да сделать таким небольшим ну это уже такие небольшие будут растения просто подстригаться в форме бордюра процесс в общем идет а кстати мы отсюда еще вытащили у нас труба металлическая была вот ну тут да да мы тут раньше а или асбестовая да здесь раньше колонка была видите будет убираться отсюда она была посреди двора в этом ну вот во дворе была вот будет убираться ровно будет потом асфальт меняться все постепенно в общем все в процессе да оттуда трубу убрали растения сейчас посадим будет красивенько я сегодня розы пообрезала ходила да там есть упорченные немного после таких холодов непредсказуемая зима у нас была в этом году но в целом розы все будет нормально отойдут и будут цвести полили раствором радиофарма для хорошего укоренения я думаю будет все хорошо смотрите какой красивый пышный только постричь и будет красота у нас на участке у нас во дворе ни одного самшита еще не было вот сейчас будет два это первый первый да и второй сейчас выкопать осталось возле двора он не сильно да смотрится там будут просто можжевельники которые быстро растут мы их посадим докупили можжевельник на улице возле двора можжевельник спартан называется или спартак я вам напишу здесь был самшит мы его отсюда выкопали огромный самшит и решили сюда посадить такой можжевельник это очень красивый сорт он разрастется будет такой зеленый насыщенный высокий да красивый потому что у нас уже вот здесь вот есть можжевельник видите он здоровый такой вот и этот будет тоже с этой стороны и вон там мы подготовили место тоже для нее при посадке я использовал слабокислый торф размешанный с песком сейчас доливаю сюда стимулятор корневой системы ради фарм сейчас мы выровняем да немножко простимулируем чтобы все корни прижились так смотрите какая красивая форзиция расцвела у нас первая самая такой вот яркий желтый оттенок у нас в саду я ее видите как постригла в форме такого шара этот куст он рос хаотично а сейчас такая у него конкретная строгая форма в виде шара вот такая красивая форзиция с цветами мы приехали за камнями там где мы показывали в предыдущем видео смотрите как красиво абрикоса расцвела пчелы там кружатся собирают нектар просто красота ароматы вокруг люблю абрикосы то есть вот вот там вот 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 вот